У нас открывается новый проект «Актер и его роли». И поэтому я сегодня хочу рассказать вам о своей любимой роли в спектакле «Страсти поторчало» у вопеси Никиты Воронов. Почему я выбрал именно эту роль? Ведь я работаю в театре давно, было очень много ролей в интересных формах спектаклях, в разных жанрах, больших ролей, маленьких. Во-первых, потому что это удивительно глубокий материал, и я считаю, что для артиста работать на этом спектакле это большое счастье и большая удача. Этот спектакль заставляет не только развеселить человеческую душу, но заставляет задуматься о больших жизненных философских вещах. Понимаете? Да, не хватает мне этого парня. Как я сказала, спектакль этот крайне глубокий, интересный материал, которым наполнил он юмором. Можно расслабиться, посмеяться, но в какой-то момент он держит напряжение, держит, не отпускает до конца, и в конце всегда приходит светлая надежда. Спектакль очень любят зрители. Многие ходят на него по несколько раз. И если сравнивать какие впечатления от этого спектакля, кто-то говорит, что три дня не мог отойти от этой пьесы, от увиденного, кто-то говорит, что после него захотелось прийти в храм, поставить свечку, кто-то думает, что у него в жизни что-то не то, хочется исправить. То есть, есть такое обозначение КПТ, воздействие на душу. То есть, коэффициент полезного действия на человеческую душу в этом материале достаточно велик. Мы с партнерами, с коллегами очень любим играть этот спектакль, потому что действительно сыграл этот спектакль, чувствую, что в жизни сделал кому-то что-то хорошее. Ну, не зря занимаешься этой профессией. Почему именно Торчалов? Для начала немножко сюжета. Торчалов видный политический деятель. Он аппаратчик, реформатор, достиг больших высот в своей жизни. И вот он сердечным приступом попадает в больницу. Привилегированную в больницу, естественно, там, где таких шишек лечат, где простым смертным ход воспрещен. И в один прекрасный день он умирает. Умирает и попадает в некое местилище душ. Такой приемник. Ну, чистилище, не чистилище. Где, как говорит один из персонажей Кушкин, это еще не станция, Максимыч, ты еще не приехал. Это полустана. И главная работа находящихся там вспоминает свой самый главный грех в жизни. Вот. Если ты вспомнишь, то ты идешь выше на другой уровень. Если нет, проходит время, ты возвращаешься на землю опять проходить пути жизни. Только круг при этом становится еще хуже. Вот. Ну, в общем, такое вот своеобразное мытарство души. При этом Сема вначале торчало, понять не может, как он туда попал, зачем. У него возникает полный протест, отрицание происходящего. Ведет он себя значительно по-хамски. Он не может смириться. Он не понимает, почему это для него. Как я сюда попал. Я достоин лучшего. Вот. Но можете сами представить, человек, который лично знаком с президентом. То есть по работе встречается. Великий реформатор. У него есть своя охрана. Свой водитель. Он попадает в совершенно жесткую атмосферу. Где по делам отбой, по часам существует комендант. Как в неком, ну, я не скажу, в лагере, что ли, или тюрьме. Талоны на сахар, на хлеб. И очень такая атмосфера давящая. Всегда темнота. Трамвай по кругу ходит, как говорит Кушкин. Телевизор, четыре комнаты и темно. Сказал, торчало проходит несколько этапов. Находясь в этом состоянии. Идет полного отрицания. Потом попытка выбраться. Не веря, что он сюда попал. Думая, что это происки конкурентов. Идет его деформация, его поведение, его характера, его сознание. Вся эта жесткая атмосфера. Эти простые люди, которые его окружают. Конечно, это происходит не сразу. Но мешает ему полностью стать, как говорится, на путь истинный. Его огромный эгоцентризм. И тем не менее, он меняется. Меняется. Это не происходит быстро. Меняется с помощью Рима, психологической помощи. То, что блокируется в памяти. В чем чувство вины. И оказывается, что все, что он считал своей заслугой в этой жизни, великие реформы, все, что он делал для государства, для человечества, ровным счетом не имеет никакого значения. Что на том свете это превращается в ничто. А наоборот, вскрывается другая правда. Что он мерзавец, он предатель, он стукач, он вор, он карьерист, он лжец. В конце концов, он не выдерживает даже этого напряжения. И кричит, послушайте, но я всего лишь навсего человек. Но человеком он становится тоже не сразу. Вот почему мне дорог Торчалов. Что именно он не герой чего-то романа. Это не положительный персонаж. Наоборот, это отрицательный персонаж, который впоследствии становится больше похожим на человека. Тем самым, очень похоже на то, что происходит в нашей жизни, дорогой зритель. Когда мы попадем на небо, когда закончится наш круг земной, будет ли считаться то, что многое, что мы считаем своей заслугой в этой жизни, добрыми поступками, еще чем-то. Не станет ли это на самом деле ничто в глазах. Вот в чем мне нравится жизненная правда Торчалова. Он первый раз, пребывая в том состоянии, начинает молиться. Первый раз. Но даже в молитве он не до конца искренний. Хотя для меня вот этот момент очень не сразу мне давался. Монолог Торчалова молитва. Каждый раз большое напряжение, чем интересная эта роль. Он говорит даже в этом лицемерии своем. Он говорит, Господи, я любил, ты зачтешь меня, я знаю. Ты зачтешь. Он даже вот расписывается в своем лицемерии, чтобы он себе это в заслугу вел. Понимаете? Интереснейший персонаж. И в конце концов, когда у него происходит последний срыв, для меня Торчалова вообще, чем это и важна роль главная, что это путь человека в покаянии. Вот сам Торчалов. Когда он превращается в человека, когда он кричит, неужели и любовь не в зачет? Даже это не в зачет, потому что даже его любовь она была эгоцентрична. И он не помог близкому человеку, когда он больше всего в этом нуждался. Только из-за того, что он не заметил, что любимый человек находится в беде. И оказывается, все его дела ничто, и любовь не в зачет. И вот тут он на самом деле говорит прости. Тогда он кается и говорит, что я делаю все, что могу, я меняюсь, я многое понял. Он превращается в человека. И несмотря на все это, Максим Торчалов, он борец в этой жизни, он меняет, попадая в это чистилище, временное чистилище души, он меняет судьбы тех, кто там находится. После или прямо он помогает Кушкину вспомнить свой грех в результате конфликта с Пужевым. Также он воздействует на Лизу, что она вспоминает свой грех тоже, старается, чтобы она ушла, уже не думая о себе, что он останется здесь один. Он делает все, чтобы она ушла более богатая, наполненная в другой мир. Он даже идет на ложь, на святую ложь для этого человека. Так или иначе, он отмаливает своего врага, которого временно считает своим врагом, это Пужо. Ему становится жалко. Только вот вопрос, в чем, надолго ли. И оказывается, все это время, когда он умер, он мечтает о самом простом, о собаке. То есть при жизни он даже об этом не задумывался, оказалось, что-то есть важнее. А ему так хочется, как каждому человеку, когда он остается самим собой, без званий, без регалий, любить и быть любимым. Да, у него есть жена, которую он в том мире осталась, которую он не любит, нет детей. Ему хотелось просто собаку любую с улицы взять, понимаете? С этим связано у нас много историй. У нас даже был кастинг собак. В конце мне приводили, выносит Игорь Репчинский, играющий роль Кушкина, собачку. Это замечательный момент. Собачка может все обыграть. Никогда не знаешь, что от нее ждать. Она может тебя обрезать, может залаять. И поэтому этот момент очень напряженный в конце. Ну и, конечно, спектакль заканчивается очень светло. Спектакль полон надежды. В конце я хочу поблагодарить моих дорогих коллег, которые работали вместе со мной, которые принесли и подарили много радости зрителей. Поблагодарить руководство за то, что оно выбрало именно этот спектакль, поставленный в нашем театре. Главного режиссера, который мне доверил другую, мою любимую жену, которая сейчас помогает снимать это видео. Ну и, конечно, моего сына, который внушает мне надежду. И я хотел бы в конце прочесть тот стих, который, представьте, он написал о надежде. Я знаю, выстоит Донбасс, наш город будет вновь прекрасен, мы живы, значит, Бог за нас. В душе луч веры не погаснет, честь и свободу отстоим, не будет горечи и слез. Донецкий дух непобедим, и вновь посадим миллионы роз. Театр распахнет все двери, вернемся мы в свое обидень. Любим, надеемся и верим. До встречи, дорогой мой зритель. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова